МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Хабар-24. Хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шаянусова. Сегодня в выпуске. Назовите кодовое слово. В подвале алматинской многоэтажки работало подпольное казино. Один человек погиб, другой в больнице. Очередное ДТП в Октябрьской области. Два ноутбука из золота. Мужчина обокрал дом односельчанки в Туркестанской области. Охота на уток. В Казалардинской области поймали браконьера. Скажите кодовое слово. В Алматы накрыли подпольное казино, попасть в которое было возможно, только назвав секретный пароль. Задержать преступную группу, организовавшую игорное заведение в подвале многоквартирного дома, удалось в ходе специальной операции. В момент задержания в казино находилось свыше 20 посетителей. Среди них были игроки с 30-летним стажем. Изъято более 20 единиц игрового оборудования, крупная сумма денег, документация со списками имен посетителей, записями прихода и расхода денег. Предварительная сумма дохода от преступной деятельности составляет больше 5 миллионов тенге в сутки. На территории Республики Казахстан запрещаются осуществление непредусмотренных законом видов деятельности в сфере игорного бизнеса, деятельность электронного казино и интернет-казино, организация и проведение азартных игр, установка и использование игорного оборудования в предпринимательских целях, оказание услуг по осуществлению платежей в пользу иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых признана незаконной на территории РК на основании судебного акта. Пугающие цифры от МВД. За последние две недели в Казахстане произошло свыше 300 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли около 60 человек и еще порядка 400 получили травмы. И это только с начала ноября. Стражи порядка призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений. Смертельная авария произошла на днях в Актюбинской области. Как оказалось, водитель не справился с рулевым управлением, из-за чего автомобиль перевернулся. Одна из пассажирок погибла. 32-летний водитель автомашины ВАЗ-2110, двигаясь на автодороге Шубар-Кудук-Уилл, 5 километров от поселка Шубар-Кудук Тимирского района, допустил опрокидывание автомашины. В результате ДТП пассажиров 51-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. Вторая 29-летняя женщина госпитализирована в Центральной районной больнице Тимирского района. Обокрал и потратил. В Туркестанской области задержали вора, который похитил с дома односельчанки ценные вещи на сумму 1 миллиона тенге. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Искать воришку долго не пришлось. Выяснилось, что перед тем, как выйти на дело, преступник некоторое время наблюдал за жилищем. Улучив момент, когда хозяева дома отсутствовали, он перепрыгнул через забор и силой открыл пластиковое окно. В доме его ждала ценная находка. Два ноутбука и золотые изделия, общей стоимостью около 1 миллиона тенге, которые он успешно вынес. Правда, надолго чужое имущество в его руках не задержалось. Украшения похититель сдал в ломбард, а один из ноутбуков продал. Вырученные деньги тут же потратил на собственные нужды. Браконьеры продолжают орудовать по всей стране, причиняя огромный ущерб природе. На этот раз за незаконной охотой был пойман житель Казалардинской области. 40-летнего жителя села Акшатау полицейские задержали в ходе ОПМ браконьер на берегу озера Жарык-Коль, что находится в Аральском районе. У охотника было при себе одноствольное охотничье оружие 12-го калибра, моторная лодка и 16 тушек диких уток. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 337 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконная охота. Департамент полиции Казалардинской области предупреждает, что нарушение требований охоты, рыболовства, вырубки деревьев и кустарников, причинение существенного вреда окружающей среде, влечет привлечение к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Украсть чужое, убить живое и все с целью семинутной наживы. Много ли надо ума, чтобы обворовать соседа или пристрелить утку? Какие деньги стоят чистой совести и возможности смотреть людям в глаза и быть честным и перед законом? Все это вопросы риторические, но не теряющие актуальности. Давайте задавать их себе почаще, будьте сознательными и берегите себя. На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Субтитры подогнал «Симон»!